Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Сегодня 982-й день войны, пятница, 1 ноября. По пятницам наш подкаст выходит в формате спецвыпуска, и сегодня вы услышите эксклюзивное интервью с российскими оппозиционными политиками Дмитрием Гудковым, Анастасией Шевченко и Павлом Ходорковским, которые на этой неделе приезжали в Вашингтон. Я поговорил с ними в кулуарах конференции, посвященной политзаключенным, и спросил, что российская антивоенная оппозиция может сделать для завершения войны в Украине, и как на эффективность оппозиции в этом контексте влияют распри и скандалы, которые участились в последнее время. Первый наш сегодняшний спикер – российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он был заочно приговорен к восьми годам колонии за распространение так называемых фейков о российской армии. Он много лет критиковал Путина за аннексию Крыма и войну против Украины. – На твой взгляд, что российская оппозиция может сделать, чтобы остановить войну в Украине? – Войну даже никто не может остановить, даже Запад не может остановить. Поэтому с одной стороны нет протестов, с другой стороны есть даже рост. 130 миллиардов долларов Путин в год может тратить спокойно. При этом Запад с трудом собирает 60 миллиардов было от США и 50 на три года Европы. Ну понятно. А может быть сто в год Украина набирает, и то мы видим, что желание финансировать ну как-то поубавилось на Западе. Дальше. Путин может сколько угодно платить в рамках коммерческой мобилизации, которая для него не является проблемой. Потому что коммерческая мобилизация – это когда государство тебе предлагает деньги, это твой выбор. Ты погиб – твоя ответственность. Это непринудительная мобилизация, когда государство тебя вытаскивает из частной жизни, ты погибаешь – это ответственность государства. Поэтому пока в Украине идет всеобщая мобилизация, там Зеленский несет политическую ответственность, политические риски. Путин этих рисков пока нет. И вот мы сделали исследование одно в России, социологическое исследование, которое показало, что Путин еще есть запас прочности в плане именно мобилизации на коммерческой основе. Мы скоро эти цифры все опубликуем. То есть, а во время войны тебя никто ни о чем не спрашивает. Ты можешь спокойно страну управлять без протеста, ты можешь менять законодательство там в любой момент, как захочешь. Ты можешь перераспределять капитал, активы. Очень удобно. И главное, что время, если Украина не получает достаточных ресурсов, то время-то будет работать не на Украину, а на Путина. Я думаю, что в Кремле именно вот такой стратегии придерживается. Поэтому, несмотря на все эти переговоры, предложения мирных переговоров, я думаю, что Путин рассчитывает на войну, ну такую, долгосрочную. В последнее время в российской оппозиции развернулись дискуссии о поддержке ВСУ. Есть группы, которые прямо выступают против поддержки ВСУ, в частности, Владимир Кырмурза, Андрей Пивоваров. Есть люди, которые считают, что только поддержка ВСУ. Вот к какой позиции ты придерживаешься? Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. То есть, здесь одно другого не исключает, но просто кто-то может участвовать в силовых каких-то действиях, тот участвует. Кто не может, тот занимается другими вопросами. Я, например, понимаю, что я могу заниматься дипломатией, но отчасти может быть помощью каких-то там медиа, которые занимаются информационной борьбой или войной, как угодно. Мне кажется, здесь нельзя точно сказать, что лучше, что хуже, но ты просто занимаешься тем, чем ты должен заниматься, чем ты умеешь заниматься. Есть много международных институтов, которые направлены на помощь оппозиционным активистам. С другой стороны, очень мало примеров, чтобы эти международные институты были действительно эффективны. В чем ты видишь главную проблему? Меняется баланс на планете. Новый баланс формируется. А, как правило, такие балансы формируются после каких-то войн и потрясений. Почему он меняется? Ну, потому что появились страны глобального юга или глобальный юг. ВВП, да, страны глобального юга, ВВП Китая за последние 50 лет, ну, просто там огромный рост. И совершенно очевидно, что когда у тебя одни страны растут, другие страны у тебя, ну, по крайней мере, если не деградируют, то показывают какой-то совсем минимальный рост, то у тебя в мире, в принципе, начинает меняться, вся система перестраиваться. Мы это видели на примере решения уголовного суда международного, когда в Монголии его просто отказались выполнять. Я имею в виду решение суда арестовать Путина. Вот. В принципе, понятно, когда у тебя нету возможностей для того, чтобы твои институты работали, значит, тогда институты просто становятся абсолютно бессмысленными. И мне кажется, что все проблемы связаны с демократиями, с национальными репрессиями. Это все потому, что меняется этот баланс в мире. Сегодня страны Запада, как мы видим, они не в состоянии сегодня даже продвигать какие-то эффективные санкции. Я вот, мы же сделали Think Tank Case, да, центр, Европейский центр анализа и стратегии. Вот у нас наши экономисты сделали большой доклад по экономике. Я его уже прочитал, мы его в ближайшее время опубликуем. Ну так вот, Путин спокойно, например, тратит 9%, почти 9% ВВП на военные расходы. Вот. При этом, ну понятно, что экономика в долгосрочной перспективе это все равно закончится очень плохо для российской экономики, но в текущем моменте он спокойно продает нефть, зарабатывает деньги, тратит огромные деньги на войну, и еще экономика демонстрирует рост. Чего, кстати, нету даже во многих европейских странах. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сегодня, если даже страны Запада вводят какие-то нефтяные санкции, отказываются покупать нефть, то 10 миллионов баррелей в сутки, ну окей, ладно, 7 миллионов баррелей в сутки на экспорт идет у России. Заместить невозможно, если ты перестаешь покупать у России, значит ты покупаешь где-нибудь там у Саудовской Аравии, а у тебя начинает покупать Китай, Индия. То же самое, ну в мире, по сути, здесь еще вина, конечно, банковской системы, неповоротливая вот этой вот, со всеми этими комплайнсами невыносимыми. Все это привело к попыткам формирования альтернативной финансовой системы. Ну она в принципе-то уже есть. Просто, ну можно представить, что каждый год Путин продает, сколько у нас получается, ну 7% нефти он продает на экспорт, в любом случае, да, 7 миллионов баррелей в сутки. Ну то есть это порядка, наверное, сейчас я посчитаю даже сколько, ну поменьше, наверное, 300 миллиардов, 250 миллиардов долларов, вот он рынок, да, появляется. И совершенно очевидно, что если ты не можешь использовать банковскую систему Запада, то все эти деньги все равно найдут применение. У нас есть рынок криптовалют. То есть сегодня, например, вообще без проблем можно на рубли купить, там, стейблкоин, юсдт в России, перевести деньги куда хочешь, минуя всю эту банковскую систему. И в принципе такие центры альтернативно начинают формироваться. Это значит, что ты с санкциями не можешь ничего контролировать. Вот, а соответственно, если нету какой-то глобальной договоренности между США и Китаем, то все, санкции не работают, да, ты можешь за все те же стейблкоины, за всю эту криптовалюту купить все, что нужно в третьих странах. Вот, и это говорит о том, что старая система безопасности, да, она уже, по сути, не работает. Она себя исчерпала, а ООН превратилась в организацию, в регистрационную палату государства. У нас Гутериш теперь, да, организация, которая должна войны предотвращать, он уедет к Путину, жмет ему руку, да, и принимает участие. В этой, он должен остановить войну, как бы должен, да, ООН создавалась для того, чтобы предотвращать войну. Она со своей задачей не справилась. Почему не справилась? Ну, потому что этот институт, ну, перестал быть эффективным. Потому что он создавался в совершенно других условиях. Насколько, на твой взгляд, эффективен сейчас Институт российской оппозиции на фоне скандалов с ФБК с Невзлиным, Кацем и так далее? И насколько, на твой взгляд, сейчас возможно объединение российской оппозиции? Невозможно. Ну, то есть, все разошлись по командам. Например, есть антивоенный комитет, куда я вхожу. Там, ну, практически все, кроме ФБК. Вот. Фонд борьбы с коррупцией ни с кем объединяться, наверное, не будет. Но сейчас просто нет повода для того, чтобы мы все объединились и действовали вместе. Нет никакой игры, нет никаких возможностей, да. Все, что мы можем сейчас делать, это заниматься адвокацией интересов россиян, которые находятся на Западе, ну, вообще за рубежом. Это первое, да. Мы можем устанавливать дипломатические контакты, пытаться корректировать санкции как-то. Вот. Об этом как раз мы много чего есть сказать. И здесь, и в разных странах. Вот. Корректировать в каком ключе? Ну, в таком. Ну, просто, если мы посмотрим на санкции, больше 10 тысяч. То есть, например, таможенная служба Германии должна проверять, не едет ли в Россию нижнее женское белье. И вот там сидит таможенник и говорит, а я как 10 тысяч наименований проверю вам. Вот. То есть, санкций очень много, они практически все не работают. То есть, есть санкции правильные, а есть санкции, при которых Запад теряет больше, чем Путин. Ну, то есть, например, все нефтяные санкции, если мы возьмем, потери России составили за почти 3 года 60 миллиардов долларов. 60. И сейчас это будет меньше 10 миллиардов в год, потому что система адаптировалась, серый флот появился, там, альтернативная система перевода денег в разных валютах и так далее. Значит, Запад, это, по заявлению западных стран, Европа потеряла 800 миллиардов. Вот об этом иноземцев как раз говорил в каком-то недавнем эфире. 800 миллиардов теряет Европа, 50-60 миллиардов теряет Путин. А потом спрашивают, откуда брать деньги на поддержку Украины. Вот, совершенно очевидно, что долгосрочные эти санкции, ну, они просто не выдержат. Поэтому их надо корректировать, делать так, чтобы они били по Путину сильнее, чем по европейским странам, по западным странам. То есть, нужно просто менять дизайн санкций, потому что они не остановили войну, как многие надеялись. А это значит, что нужно настраиваться на какой-то долгий период, там, 10-15 лет. Значит, санкции должны быть такими, которые по тебе бьют меньше, чем по Путину. Это первое. А второе, совершенно очевидно, что вообще нет санкций таких экономических, которые остановят войну, вот, или которые, ну, могут привести к развалу российской экономики. Их просто нет. В природе их не существует. Нет, ну, можно, конечно, просто перекрыть морские каналы, там, доставки нефти, но тогда нефть будет стоить 200-300. Это, ну, просто бессмысленно, абсолютно. Потери мировой экономики будут, там, триллионы долларов. Значит, если Путин продает нефть и получает деньги, то для того, чтобы ударить по его военной машине, нужно, чтобы эти деньги в России не задерживались, чтобы они, введя тока капитала, уходили оттуда. Ну, тогда все эти санкции, финансовые, банковские и прочее, они не просто мешают, они помогают Путину аккумулировать деньги внутри России. Ну, просто даже если ты хочешь вывезти деньги, ты не можешь это сделать. Ты не можешь сделать, если ты бизнесмен, ты боишься, что твои активы попадут под санкции, а ты не понимаешь критериев, раз. Если ты просто россиянин, ты больше 100 тысяч вообще ни в каком банке не сможешь разместить, а если у тебя там нету ВНЖ, ты даже вообще не откроешь счет. А есть страны европейские, например, где даже у тебя есть ВНЖ, но тебе счет не откроют. Вот. И в итоге отток капитала вообще остановился. Отток капитала, например, после Крыма был, по-моему, 240 миллиардов долларов. 240. То есть нефтяные санкции привели к потере где-то 60 миллиардов за три года, а после Крыма, да, аннексии Крыма за один год было 200 с лишним миллиардов. Вот просто разница. Поэтому нужны санкции, которые, наоборот, создадут условия для оттока капитала. Это значит, что все финансовые санкции банковские нужно отменять. Ну, тут очевидно. И здесь это не, я говорю, не из интересов даже, не исходя из интересов россиян, а исходя из интересов Украины и Европы. Потому что им выгодно, чтобы те деньги, которые Путин зарабатывает, перераспределять внутри экономики, чтобы они уходили. Ну, это первое. Второе, надо просто смотреть, какие главные проблемы в российской экономике. Вот все, о чем только не говорили, но самая главная проблема сейчас в экономике российской, ну, понятно, помимо долгосрочных технологических и прочих санкций, это дефицит трудовых ресурсов, назовем так. Это значит, что нужно делать все, чтобы люди валили из России. Ну, эти санкции, которые введены, они не дают людям никуда уезжать. Визы получить стало сложнее, счет открыть сложнее. И в итоге все там специалисты, айтишники, инженеры, все находятся в России. Один инженер, одна ракета. Айтишники – это софт, который эти ракеты на цели наводит. Значит, если мы хотим, чтобы был не только отток капитала, но и отток кадров, то нужно, наоборот, делать специальные программы, чтобы у людей была возможность уехать. Вы слушали интервью с российским оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. Участница антивоенного комитета России Анастасия Шевченко ездила в Украину, где ей удалось встретиться с российскими военнопленными. Что может делать российская оппозиция, на твой взгляд, чтобы остановить войну в Украине? Я, возможно, скажу утопичную вещь, но я почему-то в это верю, в то, что не раскрыта роль женщины во время войны. Я не могу поверить, что российским матерям, российским женам, сестрам, дочерям все равно вообще на то, что происходит в Украине и на то, что происходит эта война. Я хочу достучаться, поэтому я ездила в Киев, в лагерь к российским военнопленным. Я готова помочь встретиться с российскими военнопленными. Я готова помочь наладить связь. Но просто женский голос должен стать сильнее. Поэтому моя задача – это обращаться именно к женщинам в России. А какое впечатление было, что тебе бросилось в глаза больше всего в этом лагере российских военнопленных? Удалось ли тебя с ними поговорить? Что вообще люди говорят? Какова в целом у них атмосфера? Ну, понимаешь, я давно работаю с украинскими военнопленными. И мне было что сравнить. Мне было интересно, в чем разница. Во-первых, это возраст. То есть возраст российских военнопленных старше, нежели украинских. Украинские совсем молодые парни. Во-вторых, они содержатся там в нормальных условиях. Но после разговоров с ними мне показалось, что вообще нет чувства ответственности. То есть, когда ты спрашиваешь их про войну, говоришь с ними, всегда виноват кто-то, только не они. Меня послали, у меня не было денег, меня вынудили. Но ответственность совершенно никто не несет. Объединяет их то, что, конечно, все хотят очень домой. Говорят, что война бессмысленная, но человек в плену. И поэтому до конца верить в то, что говорят, сложно. Есть ли какой-то психологический портрет или условно, ну понятно, что там разные люди разных возрастов, но какой-то образ российского военнопленного в Украине, как он выглядит? Ну, как мне показалось, это большей частью люди с совершенно пустым взглядом, от отчаяния, я бы сказала. То есть, они все с опущенной головой и вот просто разочарование. Наверное, процентов 60 из них – это люди с ампутированными конечностями, с ранениями тяжелыми. И просто горе. Не знаю, я запомнила последний кадр, когда я выезжала из этого лагеря, и за решеткой стояли сотни этих людей в робах, с опущенными головами, руки за спиной. И вот просто казалось, что отчаяние, все, что я чувствовала от них. А ты пыталась с ними? Ну, понятно, что, наверное, может быть, это не то место, но как-то вести какие-то политические дискуссии или как-то говорить с ними о Путине или о режиме. Ну, там нет прямо, ну, из тех, с кем я говорила, не было таких, которые просто… Режим прекрасен, поэтому я пошел, Путин молодец, я его защищаю. Нет, это либо деньги, либо я думал, что там действительно национализм, а здесь такие же люди. Либо это кадровые военные, которые не понимают, почему их вообще не забирают из плена. Им говорят, что их родственники, что это Украина их не отдает, а на самом деле мы понимаем, что и России-то они не очень нужны. И тема обменов вообще в российских медиа очень мало поднимается, не показывают тех, кого обменяли, не говорят о том, сколько человек в плену. В отличие от повестки украинской, где ты выйдешь на улицы и везде плакаты «Освободите», «Верните домой» и так далее. Забытые люди, да. Что, на твой взгляд, сейчас может сделать российская оппозиция? Какой должен быть набор действий вместо той ругани, которой они сейчас занимаются? Ну, слушай, я вообще не советчик, я не люблю давать советы, особенно, когда об этом меня не просят. Просто расскажу, что делаю я, например. Я, в том числе при помощи НЕТ, пишу новости российским политзаключенным. Стараюсь помогать им максимально, если нужны какие-то запросы, там, я не знаю, семье или самому заключенному. Пытаюсь поддержать общение с ними в больших масштабах. То есть это не 3-5 писем, это там 300 и больше писем еженедельно. Помогаю украинским военнопленным, которые абсолютно находятся в ужасных условиях внутри страны, не имеют связи ни с родственниками, ни со своей страной, не имеют доступа к новостям, к еде нормальной, к одежде. Ничего нет. Это задача наша – организовать и помочь. И это можно делать, и у меня на связи уже больше 500 таких военнопленных, которым я помогаю. Нужно бороться с пропагандой, то, что делают независимые медиа. Нужно помогать политзаключенным, защищая их права, естественно, и помогая им адаптироваться, если они уже выехали. То, что делает правозащитная организация. Нужно помогать выехать. Это то, что делают организации по экстренному вывозу, да, типа вывозок, там, горизонты или еще много. То есть на самом деле я бы хотела сказать, что вот ничего не сделаешь. Сделать нужно очень много. Просто нужно захотеть делать. Вы слушали интервью с участницей антивоенного комитета России Анастасии Шевченко. Фонд Ходорковского в США, который возглавляет Павел Ходорковский, работает в том числе над концепцией России будущего. И способами, в которые политическую систему можно было бы превратить из авторитарной, занимающейся репрессиями в отношении собственного населения и ведущей агрессивные войны, в демократическую. Один из способов изменения страны, по мнению Ходорковского, отказ от президентской системы. Что, на ваш взгляд, сейчас может сделать российская оппозиция и, как вы видите, набор целей? Прежде всего, практиковать совместную работу, коалиционную работу. Это отчасти то, чем занимается, вернее, не отчасти, это то, прежде всего, чем занимается антивоенный комитет, объединение россиян, политиков, лидеров общественного мнения, гражданских активистов, которые сошлись вместе вокруг идеи противостояния именно войне и военному вторжению в Украину. Что сейчас стоит делать, это практиковать эту коалиционную работу. Россия очень многоукладная страна. Вероятности, что все смогут объединиться вокруг одного лидера, который сможет объективно и емко ответить на все запросы разных социальных групп, она очень мала. Поэтому для нашей страны самая рабочая модель – это, на самом деле, модель парламентской демократии, когда разные группы представлены в рабочем парламенте своими разными партиями. Это то, что когда-то было и во многих странах, на самом деле, хорошо работает, но почему-то в России все время мы приходим к президентской модели. Нам, на самом деле, от нее нужно отходить. И вот эта практика коалиционной работы – это то, что может россиян к такой системе подготовить. Если сейчас смотреть на то, что происходит в российской оппозиции, то там коалиции не пахнет, потому что мы видим, что сейчас продолжаются скандалы с ФБК, с Невзлиным, с Кацем. И после смерти Навального вообще видно, что какой-то раздрай происходит в целом. В оппозиции вы один из тех, кто как раз-таки выступает за объединение и за коалицию. Но вот, тем не менее, на ваш взгляд, насколько сейчас возможно объединение оппозиции на фоне того, что происходит? Я считаю, что оно очень возможно и, более того, вероятно. Потому что позитивная идея объединения людей ради борьбы с режимом – это то, что, как вы увидите на этой конференции, хорошо резонирует, на самом деле, по всему миру. Поэтому, да, есть некоторые проблемы, некоторые споры, которые периодически возникают. Но, на самом деле, я уверен, что все сторонники демократического развития России, они продолжают быть объединены одной и той же целью. Поэтому, если мы, как бы, немножко сделаем такой зум-аут и посмотрим на все это больше с удаления, то мы увидим, что повестки у людей, на самом деле, не слишком сильно отличаются, я имею в виду, глобально. Какой вам видится Россия после ухода Путина? Ну, прежде всего, это Россия будет переходного периода. Конечно, я думаю, что рассчитывать на то, что придет какой-то один лидер или одна группа, которая сразу сможет изменить такую огромную страну к лучшему, за один раз нереалистично. Это будет переходный период, во время которого, я думаю, что появятся те лидеры, которые смогут адекватно представлять разные группы людей в России. Вряд ли это будут те люди, которых мы знаем сегодня. Скорее всего, это будут совершенно другие люди. Но наша задача не пытаться такими людьми стать заранее. Наша задача именно подготовить ту почву, которую мы можем подготовить, научить людей нормально относиться к коалиционной работе, нормально относиться к разным видениям страны и существовать в режиме демократического государства. Что, на ваш взгляд, может сделать российская оппозиция, чтобы закончить войну в Украине, остановить войну в Украине? Ну, я считаю, что, прежде всего, это контрпропаганда, это донесение до людей внутри России правды о том, что на самом деле происходит и с их загражданами, которые оказываются на фронте в Украине, с какими обманами они сталкиваются, таким образом снижать количество людей, которые изначально попадают на фронт. Ну, и, конечно, рассказывать о том, как страдает украинский народ, потому что это... Я уверен, что люди в России к этому не безразличны. И я уверен, что за счет донесения этой информации до россиян можно снизить изначально количество людей, которые попадают на фронт с оружием в руках. Я считаю, это достижимо. И последний вопрос, Павел. Будет ли, на ваш взгляд, увеличиваться отток политически активных людей из России и не приведет ли это к укреплению режима внутри страны и к усилению разрыва между этой новой эмиграцией и ситуацией внутри России, настроениями внутри России? Ну, это, несомненно, та тенденция, которая исторически происходит. То есть это мы видели и на примерах нескольких волн эмиграции из России и в других странах. Можно ли, нужно ли с этим бороться? Это сложный вопрос, потому что, конечно же, те люди, которые активно себя проявляют в оппозиционном движении внутри России, они берут на себя огромные риски. Когда эти риски становятся выбором между свободой и тюремным заключением, ну, скорее всего, имеет смысл людям уехать, нежели садиться в тюрьму и терять всякую возможность к активному противодействию. Поэтому, ну, говорить, что людям не стоит уезжать, стоит оставаться в стране, ну, на мой взгляд, несправедливо. Да, у этого, несомненно, есть негативные последствия. Тут я вам не дам какой-то однозначный ответ. К сожалению, это, да, это негативные последствия диктатуры. Самая активная часть людей, после того, как она себя проявляет, очень часто оказывается перед таким выбором. Я думаю, что то, что мы можем, как бы, чтобы ответить в позитивном ключе, то, что мы можем делать, это работать с такими людьми и внутри страны, и если они приняли решение эмигрировать за ее пределами, чтобы они не растворялись в тех обществах, которые их принимают как эмигрантов, чтобы они продолжали приносить пользу России. Это было интервью с президентом фонда Ходорковского в США Павлом Ходорковским. На этом на сегодня все. На следующей неделе в наших подкастах мы коснемся темы выборов президента США и того, как их исход повлияет на продолжение поддержки Украины. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина» самое важное вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи в понедельник. Субтитры подогнал «Симон»!